В Соленом когда-то жила удивительная семья. Когда я собирала материал о ней, то одна и та же картина все время стояла перед моими глазами. Картина достойна пера великих художников. Пионеры равнодушно шагают мимо вот этого двора Марии Аныкиевны. Они направляются к какому-нибудь ветерану, который в 1500 раз расскажет им, как громил фашистов. Пионеры нацепят ветерану звездочку на ворота, поставят себе птичку в тетрадки общественных поручений и побегут играть в футбол. А Мария Аныкиевна, кладезь ценной информации, все это время будет порпатись у городи, как обычная сельская, никому не интересная бабушка. Алексей Моцный имел по крайней мере двух сыновей. Один из них, Павел Алексеевич Моцный, в 1849 году переведен из юнкеров Рижского драгунского полка с производством прапорщики. А в сентябре 1856 в чине поручика переведен Переяславский драгунский полк. Его брат, унтер-офицер Даниил Алексеевич Моцненко, служил в Стародубском киросирском полку. Впоследствии Даниил Моцненко осел на жительство в Елисаветграде и стал учительствовать. 1 октября 1838 года ему выдали такое вот свидетельство Стародубовского киросирского полка. Унтер-офицеру Данииле Моцненко. Елисаветградское общество обязанностью поставляет выдать сие в том, что со времени учреждения в городе Елисаветград городового училища он Моцненко по высочайшему повелению утвержден был в оном старшим учителем и с 16 января 1832 года по 1 октября сего 1838 года обращал на себя постоянно особенное внимание наше, как за неутомимое и примерно отличное усердие его преподаваний наук детям нашим, так и внушение в них нравственности при примерном его Моцненко добронравном поведении и неотъемлемых отличных способностей ума в удостоверении чего подписям нашим свидетельствуем. Под этим свидетельством подписалась сотня купцов и мещан города. Думаю, эти подписи будут любопытны крапивницким историкам. А засвидетельствовало это свидетельство ноября 4 дня 1838 года Елисаветградская военная полиция в лице военного полицмейстера подполковника Химича и председателя Думы и маэстрата подполковника Поппе. В 1852 году поручик Данил Алексеевич Моцненко еще проживал в Александрийском уезде Херсонской губернии. Было у него двое сыновей. Первый Федосей Моцный, он же Сагайдаковский, предположительно жена Даниила была из рода Сагайдаковских. Второй сын поручика Никита Моцный, имевший жену Анастасию Дмитриевну. И вот 21 декабря 1870 года в семье Елисаветградского мещанина Феодосия Даниловича Моцного, он же Сагайдаковский, и его законной жены Александры Ивановны родился интересующий нас сын Евгений. На экране мы видим выписку из метрической книги, сделанной 19 июля 1883 года, из которой мы узнаем, что крестили Евгения 26 декабря 1870 года в Херсонской епархии села Мусиевка в Преображенской церкви. Таинство крещения совершил священник Филарет Демидович и диакон Зосима Корнеевский. Вот это Мусиевка возле Кривого Рога, но сам Евгений впоследствии указывал местом своего рождения Александра Дара, сейчас Кировоградская область. В 1875 году Евгений родился брат Аркадий, взявший себе фамилию Сагайдаковский и обозначавший местом своего рождения село Баштино, Петровской волости, Херсонской губернии, что в 20 километрах от Александра Дара. Известно, что Аркадий Федосеевич участвовал в Первой мировой войне младшим писарем 48-го пехотного одесского императора Александра 1-го полка, был ранен в 1916-м при битве за Киселева. Его сын Алексей Аркадьевич, 1921 года рождения, участвовал в немецко-советской войне как майор, имел награды. Также у братьев было несколько сестер. Это фото семьи Моцных-Сагайдаковских. На обратной стороне написано про бабка Александра, дед Гриша, прадед Феодосии. Все правильно, Феодосий Данилович имел жену Александру Ивановну. Значит, у них был еще один сын Григорий. Как видим, вся семья военные и учителя. Когда Евгений Моцный подрос, то решил пойти по следам своего славного деда Даниила Моцненко. Неизвестно, где юноша получил блестящее образование, так как он знал немецкие и французские языки и другие науки. И вот с таким бэкграундом замечательным Евгений приехал в 18-летнем юноше и в Соленое и стал преподавать здесь в земской школе. Красавец-учитель долго не связывал себя брачными узами, объясняя это ответственностью за младших сестер, которых нужно было выводить в люди после смерти родителей. Но когда сестры устроились в жизни, Евгений остановил свой выбор на талантливой и любознательной красавице Марии Стром, 1882 года рождения, которая принадлежала к передовой и патриотической украинской семье. Ее родными братьями были знаменитый Василий Аникевич Строменко, о котором мы упоминали в видео о Слонянской церкви и еще упомянем в следующих видео. Иван Аникевич Строменко тоже очень достойная личность, двоюродный брат Ярема Яковлевич Строменко и двоюродный племянник Александр Потапович Колодченко, о которых мы тоже еще расскажем. Так вот, это была элита солонянских, сведомых украинцев, патриотов, которые чувствовали свою персональную ответственность за все происходящее вокруг. Можно только предположить, что сначала Евгений сдружился со Строменками, а потом уже у него завязались отношения с их сестрой. Итак, Евгений дождался, пока невеста его окончит школу, и 2 сентября 1901 года в Петропавловской церкви села Соленого собралась эпохальная кампания, и мы имеем, к счастью, еще одну выписку из метрической книги. 12 декабря 1910-го учитель Евгений Моцный обратился к знакомым нам духовным лицам, о которых мы рассказали в видео, смотрите ролик об истории Солонянской церкви, ссылка вверху. Боже, я уже каким-то солонянским летописцем стала. Это священник Иоанн Максимович и псаломщик Григорий Паскевич. Вот что нам говорит эта выписка. Венчались земский учитель Евгений Федосеевич Моцный, он же Сахайдаковский, и села Солоненького крестьянская девица Мария Аникиева Стром. Обряд венчания совершал сам Прокопий Тимофеевич Драгожинский, о котором мы очень подробно рассказали в видео о Солонянской церкви. Там же мы говорили о его непростых отношениях с братом Марии Василием Аникевичем. Таинство совершал и дьякон Федор Некрасов поручителями, так тогда называли свидетели, выступили со стороны жениха крестьянин села Солоненькое Максим Игнатьевич Яцуненко и Михаил Федорович Остапченко из села Леонтьевки. Со стороны невесты запасной рядовой из села Солоненькое Ефрем Матвеевич Волощенко и крестьянин Семен Кузьмич Еременко. Молодые быстро построили себе большой просторный дом и обозначили на нем дату 1901. Находился дом у плотины в сторону больницы на улицу, которую потом назовут Советская. Мы дальше покажем это место. В 1905 году Евгений Федосеевич принимал участие в заворухах бок о бок со своим Шурином Василием Аникевичем. И когда он попал за это в тюрьму, Страменко пытался выгородить зятя. И в письме к нашему замечательному историку Дмитру Ивановичу Яверницькому писал такое. «Мені тільки дуже вражає, дарем не знущання над зятем. Сидить чоловік місяць в тюрьмі і сам не знає за вище. Решучий ні до чого не касався і роти не роззівляв. Врешті благонамереніший за саме начальство. Мабуть, біда в тім, що родич мій. Не інакше, як Бергман підвів штуку, щоб мені більше напакостати. 18 год служив земстві, був примірний учитель, а тепер управа каже, що це до нас не касається. Не можем і слова замовити. Я советував батькові і сестрі сходить до Іванова Земського. Він зятя добре знає, може сам деть кому або кому там скаже, щоб даром не держали». Мы видим фото семьи Моцных с малыми детьми. Слева – Александр, на руках сидит Петр, дальше – Нина, і в вышиваночке – Михаил. Кто-то із дітей подрисував йому усы казацькі. Сидят вони на порогі свого дому. Це приблизительно 1910 год. А це другое фото тех времен. Здесь Євгений Федосіевич справа в Копелюхі. Работає в полі в місті з другими солонянцями. Обеденний перерыв. Посмотрите, може знайдете тут своїх предків. Це він в тому же Копелюхі з сином Петій. Це українська красавица Марія Ніки. В нас доча Нина і якій-то дівочкой. Інтересно, з кем здесь на фотографії Євгений Федосіевич? Обратите внимание, як наші селяне були одеті до революції. Чисто і опрятно. Це потім наші бабусі в советській часі натянуть на себе те ужасні фуфайки, тому що с товарами в СССР буде напряг, і купить щось приличне, превратиться в квест. На що у них вже не буде сил, тому що вони будуть старатися тільки вжити. В 1914-м Євгению Моцному предложили роботу в селе Романково Єкатеринославського уєзда, більше тисячі дворів, куди за ним переехала і вся сім'я. Романково імела тоді статус волосного центра. Преподававав Євгений Федосіевич, скорей всього, в двоклассній школі Міністерства народного просвіщення. Дом Моцных був гостеприимним. Діти приводили на вечерниці своїх друзів, і молоді ж чаєвала за долгими бесконечними разговорами о тому, як вони будуть строити прекрасне будущее. Віді вони всі були молоді, прекрасно образовані, виспитані, ініціативні. Марія Нікиівна ставила самовар, доставали з ящика сахар. Коли чаю випивали, шли к мамі, самовар кончился, а сахар ще є. Ми дольємо, потім прийшов февраль 1917, а потім закінчился і сахар. Керенський почав робити якісь непонятні реформи, всі ж дали улучшення життя. Тільки позже поняли, що улучшення треба зі своїми своїми руками. В 1925-м Солонянські власні приїхали просити Євгені Федосіювича, щоб він вернувся назад і предложили неплохі услові для роботи. Тому сім'я вернулася в родной дом. На схемі нашого замечательного мемуариста Николая Васильевича Слісаренко обозначені 9 дворища колхоза ХТЗ, 10 дом Моцного, 11 военкомат. А це мебель із хаты Моцных, комод, кровать с такой вот живописной спинкой. Эта мебель до сих пор сохранилась, але, к сожалению, до неї нет доступа. А тепер почитаємо і виспомінання Николая Васильовича Слісаренко. Три його цитати дадуть нам можливість почувствувати дух того времени. Дальше по этой же стороне три кирпичних здання германовської економії. В одному зданий був ОСОАВИАХИМ, в другому – какие-то класи, а в третьем размещался райвоенкомат. Потом колхозное дворище, а дальше усадьба Моцного. У Моцного был хороший колодец с доброй водой, и туда часто ходили люди со всего края, хотя это было не так уже близко. Выходим на Толоку. Там шум и гам, кругом снуют люди. Играет гармонь, танцы. Тут же идет торговля пивом, водкой, горилкой. Телеги с различным инвентарем размещаются рядами. Тут же лошади, коровы, свиньи. Потом в ряд выстроены палатки, накрытые брезентом, где продают разные сладости, игрушки и т.д. Еще дальше, почти аж к Моцному, установлена карусель. Там под веселую музыку можно прокатиться на разных люльках и зверях, установленных на карусели. Для меня это все такое новое, неизвестное, неожиданное. Во всяком случае, после 1931 года, то есть после коллективизации, у нас в доме и во дворе сразу как-то стало пасмурно. Уже не было того веселого трудового накала, какой был до этого. Потом, где-то, наверное, к осени 1931, по улице, помню, какое-то движение, все куда-то спешат. Оказалось, что колхоз начал назад возвращать кое-что людям. То коров, то птицу, то мелкий инвентарь. Это теперь, я могу предполагать, что это было после того двуличного выступления Сталина со статьей «Головокружение от успехов». Люди как будто немного ожили, надеялись, что колхозы вообще будут распущены. Но через некоторое время эпопея возвращения имущества людям была закончена. Снова пришло какое-то указание сверху. Это все я могу теперь определить по поведению отца и матери. Во всяком случае, в моих глазах до сих пор стоит та смутная картина, когда люди с какой-то поспешностью идут на колхозный двор. А он был организован возле германовских построек между Моцным и Линькой. И оттуда уже что-то несут. Баба Карафетша, помню, несла курей. Взяла их за ноги и вниз головой в обеих руках несла к себе во двор. Конец цитат. Преподавал Евгений Федосеевич физику и математику. Педагогом он был суровым. Ученики вспоминали, что за ошибки нередко стучал линейкой по пальцам. Но это была распространенная практика в те времена. Кроме работы в школе, он увлекался садоводством, пчеловодством. Даже на пару месяцев ездил к Ивану Мичурину перенимать опыт. Посылал свои растения на разнообразные сельхозвыставки. И имел даже какую-то награду. То ли медаль, то ли значок от ВДНХ. По взглядам считался либерально настроенным. Вот некоторые сохранившиеся книги из его богатой библиотеки. Умер Евгений Федосеевич где-то в середине 30-х годов 20-го столетия. Моцные поставили на ноги четверо детей. Все они провели счастливое детство в Соленом и воспитывались в атмосфере любви к родной земле. Следующее поколение Моцных-Строменко это та прослойка украинской интеллигенции, которая должна была строить благословенную Украину, о которой они мечтали с юных лет. И для этого они имели талант, натхнение и все те прекрасные начальные условия, которые для них создали предыдущее поколение. Но судьба их выпала на непростые для Украины времена. Расскажем о каждом из них. Моцный Сагайдаковский Александр Евгеньевич родился 22 февраля 1902 года. Как мы помним, здесь он на фото слева. До революции в Соленом работали два одноклассных сельских училища, в которых обучалось примерно 100 учеников. Но заканчивали школу только 10-20 из них. Остальные, после того, как дети научились как-то читать и писать, родители забирали их в помощь по хозяйству. Александр был из тех, кто завершил начальное училище. 6 июня 1911 он получил в Екатеринославе свидетельство. Мы видим, что он еще сохраняет двойную фамилию Моцный, он же Сагайдаковский, сын народного учителя из крестьян Александра Дара Петровской волости Александрийского уезда Херсонской губернии. Подписано свидетельство уездными начальниками, инспектором народных училищ Екатеринославского уезда Виктором Григорьевичем Дмитровским и самим председателем училищного совета, уездным предводителем дворянства Двора Его Величества Камер Юнкером Владимиром Владимировичем Маламой. Обучение Александр продолжил в Каменской мужской гимназии, это возле костела в центре города, сейчас там технический лицей. Как уже упоминалось, во времена проживания в Романково, жизнь молодых Моцных была достаточно насыщенной, они были в центре общественной жизни, имели много знакомств с передовой молодежью того времени. Чудом сохранилась фотография, датированная весной 1920-го. Мне ее предоставили в Музее истории города Каменского. На ней редакция журнала «Днепр». Александр здесь опять, первый слева, на обратной стороне обозначены, кто на этой фотографии. А. Моцный, Д. Фиденко, В. Фиденко, И. Штокола, В. Сомик, С. Руденко. Гимназия Мисто Камьянське. Фотография сделана в Запорожье Каменском, заводская улица, дом Сухи. Фотография Айзека Гершевича Константиновского. Этот салон, путь которому пролегал с верхней колонии по базарному спуску, часто посещали жители привилегированного заводского поселения. Единственное, кого удалось установить на этом фото, это Иосиф Захарович Штокола. Он в центре, в темном пальто. В сентябре 1918-го Штокола приехал в Каменское и устроился преподавателем математики в мужской гимназии. С началом Рожданской войны Каменское многократно переходило из рук в руки воюющих сторон. С окончательной победой большевиков началось преобразование системы образования. В сентябре 1920-го мужская и женская гимназии Каменского прекратили существование. Из них создали первую и вторую трудовые школы. Директором первой трудовой школы Каменского стал Иосиф Штокола. Можно предположить, что Александр Моцный учился в этой школе, где, кстати, в это время овладевал наукой и будущий генсек Леонид Брежнев. Штокола потом закончит Днепропетровский институт народного образования и станет знаменитым ученым-математиком, академиком АНОССР. И в биографии этого известного человека нет и намека на его просветительскую деятельность в гимназии, в частности в журнале «Днепр». По-видимому, Александр решил пойти по стопам тех своих предков, которые выбирали военную стезю. И последующее образование он получил в пограничной школе НКВД. Здесь он на фото, крайний справа. В 1925-м он вступил в ЭКПБ, затем служил в пограничных войсках на острове Сахалин. Женился, родился сын, которого нарекли Феликсом. Александр Евгеньевич участвовал в конфликте на Халхенголе в 1939-м. Это его фотография с тех мест. Во время немецко-советской войны майор Моцный, начальник штаба 298-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД. Начальник штаба – это лицо начальствующего состава, стоящего во главе штаба соединения или части армии или флота. В боевых условиях и в случае внезапной убыли командира соединения является первым его заместителем. Некий полковник милиции Ржевцев проследил путь 298-го стрелкового полка. 4-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД сформирована к 10 октября 1943-го в городе Краснодаре и его окрестностях. В первой половине 1944 года привлекалась к участию в спецоперациях по насильственной депортации коренного населения Чечено-Ингушской АССР. Январь-февраль 1944-го. Вот откуда это слово «спецоперация» оказывается из чекистского словаря. А 1 мая 1944-го Александр Моцный был награжден медалью за оборону Кавказа. В октябре 1944-го 298-й стрелковый полк переброшен в город Каунас. Главная миссия в новом районе оперирования – борьба со шпионажем и вооруженным бандитизмом. При проведении чекистско-войсковых операций по борьбе с бандитизмом в Литовской ССР захвачен ряд документов, характеризующих антисоветскую контрреволюционную деятельность подпольных националистических организаций и бандформирований. А 6 ноября 1944-го Александр Моцный награжден орден Красной Звезды приказом 3-го Белорусского фронта. А в 1945-м орденом Красного Знамени, медалью за победу до Германии в Великой Отечественной войне и орденом Отечественной войны 2-й степени. Войну Александр окончил в чине подполковника, после этого работал в Каменец-Подольской пограничной школе о совершенствовании офицерского состава, какое-то время проживал в Москве, позже переехал в город Дзержинск в Горьковской области. Там он и ушел из жизни где-то в 70-е годы. Второй сын семьи Моцных, Михаил, родился 27 ноября 1904-го. На этом фото, как мы помним, он крайний справа в вышиваночке. А это фото 1910-го года. Здесь он с младшим братиком Петей. Михаил также учился в Каменской мужской гимназии. На чайных посиделках он познакомился со своей ровесницей Ольгой Павловной Кушнир. Отец Ольги был военным и погиб в 1905-м, за что император наградил семью домом, в котором они и жили. Передовые идеи были Кушнирам не по душе, наверное, были монархистами, и поэтому молодую семью они не поддержали. В возрасте 20 лет Михаил поступил в КПБ, а 20 апреля 1925-го у супругов родилась дочь Зоря. Причины, побудившие молодую семью переехать на Черниговщину, неизвестны. Но часто они наведывались в Соленое, навестить родных. И Зоря запомнила своего деда Евгения Федосеевича, как строгого вот такого мачо и поборника за справедливость. На фото слева Ольга Кушнир опирается на плечо своего мужа Михаила Моцного. В 1929-м Михаил поступил в Институт технических культур в Чернигове. Потом семья переехала в Глухов, куда был переведен тот институт. Там Михаила избрали секретарем университетской партийной организации. Однако учебу он почему-то не завершил. Поэтому имел незаконченное высшее образование, три курса Глуховского сельхозинститута. С 1933-го Михаил Моцный работает в полицепторе областного земельного управления, а с 1935-го инструктором сельхозотдела Черниговского обкома КПБУ. Заведующим этого отдела в то время был некий Водовозенко Федор Афанасьевич, 1898 года рождения, уроженец села Гавриловка Воронцовского уезда Одесской губернии. Но в начале 30-х годов Водовозенко работал первым секретарем Пятихатского районного комитета ВКПБ Днепропетровской области. И поэтому мужчины считали друг друга земляками. В разговорах они иногда сходились во мнение, что почему-то в руководство страны назначают людей из других регионов. Уроженца России Павла Постышева в ЦК КПУ, а Владимира Тодреса-селектора, родом из Александрийского уезда Херсонской губернии, и вторым секретарем Черниговского обкома партии. С 1937-го Михаил Евгеньевич становится помощником первого секретаря Черниговского обкома КПБУ Павла Филипповича Маркетана. Ольга же работала лаборантом Черниговского бактериологического института, она имела среднее медицинское образование. И это назначение стало для семьи фатальным. Дело в том, что 3 июля 1937-го Сталин направил Ежову, региональному партийному руководству и представителям НКВД, приказ начать общегосударственную кампанию преследования против раскулаченных и преступников. От местной власти требовалось пятидневный срок, провести всестороннюю подготовку и в зависимости от степени угрозы поделить целевые группы на две категории. Первую категорию следовало записать наиболее враждебных кулаков и преступников, таких должны были приговорить к смерти и расстрелять, а ко второй категории менее активных, но враждебных, таких должны были депортировать. 8 июля 1937-го из Чернигово в Москву на имя товарища Сталина полетела шифровка. Тройка утверждена. Первый секретарь обкома Маркетан, в Рио начальника УНКВД Самовский, прокурор Склярский, рассмотрен список баз данных по двум районам. Отобрано всего первой категории 244, всего второй категории 1379. Секретарь Черниговского обкома Маркетан. Но внезапно в августе 1937-го под Маркетаном зашатался стул и его начали по ночам забирать в Черниговское областное управление НКВД на допросы. Когда утром водитель за ним заезжал, то, как ни в чем не бывало, Маркетан приступал к работе, только серым и осунувшимся от бессонной ночи было его лицо. Михаила Моцного арестовали 27 августа 1937-го и обвинили в контрреволюционном заговоре, как участника контрреволюционной троцкистской организации, проводящей антисоветскую работу. Двухкомнатную квартиру Моцных опечатали, а с Ольги Павловны взяли подписку, что она не сравет печать. На следующий день арестовали и Маркетана, которого сразу перевезли в Киев. Срочно провели заседание Бюро Черниговского обкома КПУ, на котором Михаил Моцный был исключен из партии, как арестованный органами НКВД. А 29 августа 1937-го Алексей Дмитриевич Михайлов, недолго исполнявший после Маркетана обязанности первосвитаря Черниговского областного комитета КПБУ, отчитался об аресте Моцного, начальнику ОНКВД Черниговской области Корневу. Понятно, что допросы Михаила Моцного в большинстве своем представляют вольное сочинение следователей, созданных по методичке НКВД. Единственное обращает на себя внимание те его слова, которые сложно придумать и оказавшиеся пророческими. Я рос и воспитывался в семье интеллигента, сельского учителя. Еще в детстве я от окружающих много слышал о национальном угнетении Украины царским правительством. В первые годы революции, слабо ориентируясь в политических вопросах и программных установках различных партий, я тем не менее сочувственно относился к украинскому национальному движению. От своих националистических поглядов я никогда не отказывался и последствии. Будучи уже в рядах комсомола, а позже в партии, я ревностно следил за всеми происходящими в стране событиями, связанными с национальной политикой партии. Мне казалось, что в области национального вопроса политика партии дальше разговоров не идет. Свои националистические убеждения я пытался подкрепить такими фактами, как слабость украинизации Донбасса, передача руководства НКФ в руки Киллерога, Ашрафьяна, Сергеева, это завкультпроп Донецкого обкома партии, пребывание Кубани, населенное преимущественно украинцами, а также других территорий в составе РСФСР и прочее. Видя правильное решение этих вопросов в движении на посты украинских кадров, я пришел к выводу, что этот вопрос всячески смазывается. Украинские кадры затираются, а национальная культура унитается, что ведет не к свободе, а к зависимости Украины от Советского Союза. Конец цитаты. Водовозенко арестовали 5 сентября 1937-го, а через неделю он написал записку на имя наркома внутренних дел Леплевского, в которой признался в кавычках, что осенью 1936-го вступить в контрреволюционную организацию его сагитировал Маркетан с целью вредить сельскому хозяйству, а впоследствии в нее вступил и Михаил Моцный. 13 сентября задержали и Ольгу Кушнир, как члена семьи предателя Родины. Особое завещание отправило ее в Алжир, это Акмолинский лагерь жен изменников Родины, что в составе Карлага сроком на 8 лет. Туда же доставили и жену Маркетана. Сам Маркетан был расстрелян 25 октября 1937-го во дворе Лукьяновской тюрьмы, а так называемый суд собрался через два дня решать судьбу нашего Михаила Моцного. Суд проходил в следующем составе. Председатель суда ГИВ-военный юрист Александр Моисеевич Орлов, члены БРИГ-военный юрист Сергей Никанорович Ждан, военный юрист первого ранга Федор Арсеньевич Климин, секретарь военный юрист первого ранга Александр Александрович Батнер. В последнем слове Михаил Евгеньевич попросил не лишать его жизни. Но к кому он обращался? Наталья Завойская в своей книге «Мой Нюрнбергский» пишет про Орлова, что его считали аккуратистом и щеголем. Сапоги-бутылочкой были всегда начищены до зеркального блеска. Имел награды, орден Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Красной Звезды. О нем писали, что в течение короткого времени проштамповал несколько десятков дел в отношении врагов народа. Орлов, несмотря на свой малый рост и плюгавую фигуру, видимо, был исполнен сознанием своей значимости, держался важно и явно пыжился. Носил тонкую ниточку усов. Известный прозаик, публицист, драматург и юрист Аркадий Ваксберг включил в свою книгу «Моя жизнь в жизни» эмоциональный рассказ снохи Батнера Баруиной. В молодости, писала она, мой свекр рубал беляков в армии Буденного, а потом огнем и мечом устанавливал советскую власть в Туркестане. Со смаком бахвалился, как бился с басмачами, насиловал женщин, отрезал им груди, жег дома и людей в них, никого не оставлял в живых, чтобы не было свидетелей. До того, как он неведомыми путями попал в Верховный суд, Батнер металлической пряжкой от ремня забил насмерть свою 4-летнюю дочь, когда та с воспалением легких и температурой в 40, не попросилась на горшок. Работал ночами, приходил, напивался, он говорил, что за ночь убивал до 150 человек. Вот такие патологические экземпляры, которые вместо психиатрической больницы решали судьбу нашего Михаила Моцного. Поэтому в ответ на свою просьбу Михаил получил расстрел в конфискации имущества 28 октября 1937 приговор привели в исполнение. В 1956 Орлов повстречает в санатории генерала, которого перед войной он отправил в исправительно-трудовой лагерь по сфабрикованному делу и, увидев, что тот готов разорвать его на куски, еле унесет ноги. Через несколько минут Орлов умрет от разрыва сердца. Климен через два года примет участие в суде над Рокоссовским. В старости он решится оставить потомкам тайные откровения, поместив их в пакет, который должны были распечатать после его смерти. В этих мемуарах он будет пытаться оправдать себя. В 1946 Батнера арестуют, якобы за халатность дадут 10 лет. Он будет отбывать наказание где-то рядом с Москвой. Жена и сын ездили к нему на свидание. Когда после смерти Сталина его освободили, вызвали в ЦК, чтобы он рассказал про какие-то старые дела, ему известные, он испугался, сказал, что ничего не знает и не помнит, хотя ему обещали и ордена вернуть, и еще разные привилегии. Но он чего-то очень боялся. Предпочел получать минимальную пенсию, но чтобы про него забыли. Устроился кассир на Ярославском вокзале. Интересное замечание Аркадий Ваксберг приводит в свете сегодняшних событий. Батнер Александр Александрович сам из приволжских немцев, из Самары, но хотел обязательно стать русским и стал им. Для этого он сделал все, чтобы кроме него и сына не осталось других батнеров. Всех до единого отправил под пули, вся родня выпала-то на корню, исчезла даже из архивов. Ее просто не было. И все. А 12-летняя Зоря осталась совсем одна, пока ее не забрала в соленое бабушка Мария Анна Икиевна. В приселке номер 26 Акмулинского лагеря Ольга Павловна работала прачкой. Лагерь представлял собой барак из сама на голой деревянной нары, на которой женщины накладывали срезанный ими озеро и связанный камыш. Им же топили единственную на весь большой барак печь. И это при климате, когда зимой морозы 30-40 градусов. В первые полтора года режим особого лагерного отделения налагал дополнительные ограничения на заключенных. В частности, была запрещена переписка, получение посылок, не разрешали работать по специальности. Больные, немощные старики и дети трудились на вышивальной и швейной фабриках. 13 сентября 1945-го Ольгу Павловну освободили из лагеря, и она отправилась сначала к родным Каменское, но те ее не приняли. Тогда она приехала в соленое, но найти работу так и не смогла. Ей всюду отказывали, как жене врага народа. Зоря после окончания Днепропетровского медицинского института получила направление в Караганду. Ольга Павловна уехала с дочерью и 5 марта 1956-го уже с Караганды написала заявление к главному военному прокурору с просьбой реабилитировать ее мужа. Дело пересмотрели. Вызвали свидетелей. И все они характеризовали Михаила Евгеньевича Моцного как скромного человека, внимательного, отзывчивого товарища, пользовавшегося авторитетом. 16 июля 1957-го военная коллегия Верховного суда СССР реабилитировала Михаила Моцного за отсутствием состава преступления. А Зоря Михайловна Моцная всю жизнь так и прожила в Караганде. Много лет она была бессменной заведующей хирургическим отделением, а за добросовестные труды ей присвоили звание заслуженного врача Казахской ССР. У нее есть две дочери, но обе уехали жить за границу. Когда Зоря Михайловна умерла, мы не знаем, но ее дух еще долго будет витать в Днепропетровской медицинской академии, где она училась когда-то и не только там. Когда я обратилась к ректору данного заведения с просьбой посмотреть архивные документы, то столкнулась с таким мракобесием, что мне показалось, что где-то в 16 веке в мрачных подвалах. Документы мне выдать отказала странная особа по фамилии Янова, которая сидела в архиве, но числилась вообще-то курьером-машинисткой. Несмотря на подписанную заяву ректора Перцевой, Янова стала быковать что-то, она тут распоряжается выдавать информацию или нет. К ней на помощь пришла полуграмотная юристка, которая все сыпала этими страшными словами. Конфиденциальная информация, персональная информация, других аргументов, чем оказывать психологическое давление, работницы государственного учреждения не имели. В итоге начала свое собственное расследование, разобралась, что такое информация с ограниченным доступом, начала писать заявы во всякие вышестоящие организации, и мне открылся тот мега-бардак, который царил в государстве Украина в 2021 году на всех уровнях власти. Ссылка на плейлист этого расследования вверху. Теперь расскажем о единственной дочери семьи Моцных Нине, которая родилась 3 мая 1906 года. Нина окончила первое начальное училище в Романково, о чем 15 июня 1916-го получила вот такое шикарное свидетельство, которое подписал тот же Малама, но теперь уже камергер двора Его Величества. Отсюда мы видим, что Нина тоже сохраняла вначале двойную фамилию, Моцная, она же Сагайдаковская. На чайные посиделки к Моцным заходил и первый секретарь Романковского РК БЛКСМ Василий Михайлович Давыдов, родившийся в 1905 году в селе Красиловка Стадолищенского района Смоленской области. Молодые люди связали свои судьбы, и так сложилось, что в одном месте им сидеть не пришлось. На этом фото Нина со своим братом Петром, он слева, и мужем Василием Давыдовым, он справа. С 1924 по 1926 год Нина работала в городе Сталина на заводе Петельщицей, а ее муж чернорабочим сталинского завода. Потом Василий стал заведовать ленинским уголком городского клуба имени Ленина и городским клубом имени Энгельса. Затем его призвали в армию, и следующие два года он числился рядовым 450-й дивизии войск ОГПУ и 26-го кавалерийского полка РККА. После демобилизации пошел работать заведующим военным отделом Сталинского кружкома ВЛКСМ, потом инструктором Харьковского укома ВЛКСМ. Нина Евгеньевна в 1930-м окончила Новомосковский педагогический институт и получила квалификацию преподавателя математики школ САЦВЫХА. Но диплом она, как мы видим, получит только в 1935-м. Супруги Давыдовы были молоды, энергичны, искренне верили, что они строят новую страну, поэтому принимали активное участие в кавсомольской жизни, а Нина, педагог по призванию, еще и увлеченно занималась пионерами. В сентябре 1930-го Василия Михайловича направили в Северокавказский край с секретарем Сальского РК ВЛКСМ, а следом в совхоз «Гигант». Это первый зерновой совхоз, созданный в 1928-м советской властью с целью увеличения производства зерна в СССР. Нина повсюду ездила за мужем, работала учителем математики в ФЗС, фабрично-заводская семилетка, и ШСМ, школа сельской молодежи. 20 октября 1930-го в семье родилась дочь Людмила. Затем Василия Давыдова через год перевели в Ростов-на-Дону, где он два года был заведующим сельскохозяйственным отделом Северокавказского крайкома ВКПБ, а Нина Евгенина работала в школе десятилетки номер 10 имени Попова. Вслед за этим партия забросила семью Давыдовых в северные края РСФСР. С ноября 1933-го Василий Михайлович, заместитель начальника политотдела Пермской МТС, а Нина преподавала математику в селе Верхние Мулы Свердловской области. В марте 1935-го Василий Давыдов был назначен первым секретарем Верещагинского РК ВКПБ Пермской области, а Нина работала в школе в поселке Верещагино. В июле 1937-го у супругов родилась еще одна дочь Елена, но в сентябре Василий Михайлович внезапно покидает партийную работу и очевидно этот шаг был связан с арестом и расстрелом в Киеве брата Нины Михаила Моцного. После этого Василий Давыдов занял должность ответственного исполнителя отдела снабжения конторы «Восток Сталь». Но 8 декабря 1937-го он был арестован и заключен в Свердловскую городскую тюрьму, а уже 30 января 1938-го приговорен к высшей мере наказания за контрреволюционное вредительство. В тот же день его расстреляли. Саму Нину арестовали 20 марта 1938-го. 10 июня ее приговорили к публичному надзору, ссылка на два года в том же поселке Верещагино. После освобождения она поначалу вернулась в Соленое, но опять же, как и Ольге Кушнир, ей, как жене врага народа, нечего было надеяться на трудоустройство. А на руках две девочки, к тому же перенесенные потрясения, подорвали здоровье старшей дочери Людмилы. Наконец Нина нашла работу в Пятихатках, где и проработала до 1941 года. Потом она вернулась в Соленое и работала здесь учительницей. Интересно, что верещагинские ученики приезжали издалека к ней в Соленое, чтобы вспомнить с любимой учительницей довоенные школьные годы. А теперь зачитаем заметку в газете «Вперед», которую написала прекрасная девушка Энсу Пруненко, выпускница солонянской школы 1957-го года. Остання память. У Солонному є садиба, где жила родина Моцних. Всі люди вчені, интеллигентні, розумні. Знаємо це по нашому класному керівникові Ніні Євгенівні Давидовій Моцній, учительці математики солонянської середньої школи. Часто запрошувала нас в гості додому і запам'ятали ту садибу всю в трояндах, бузковому буйноцвіті, розкішних деревах і фруктових, і декоративних. А на межі двору Йогомінкої Радянської вулиці був колодязь, чистий та доглянутий. Заглядали ми по черзі у дзеркальну воду Криниці і бачили там своє відображення. А щоб переконатися, що то були саме ми, ми ще й аукали. Коли душа навтішувалась незвичайною атмосферою садиби, Ніна Євгенівна запрошувала до просторої веранди, увитої виноградом та трояндами і пригощала смачним чаем. Сама була у довгому халаті, якась від цього домашня і мила. У 57-му Ніна Євгенівна побажала нам щасливого пошуку свого дорослого життя. Розбіглись ми її бекалки, як самі себе називали через класну літору Б, в різних усюдах. Заходили інколи й до школи, а ось до садиби не доходили вже, залишивши її приємним дитячим спогадом. Давненько вже немає нашої Ніни Євгенівни. Десь у Комсомольську на Амурі покоїться її прах. Туди забрала її донька, коли здоров'я матері стало зовсім слабувати. Вже й садибу продано, вже й порядкують там нові хозяйва по-новому. І немає останнього нашого спогаду. Умерла Ніна Євгенівна в 1994-м. Младша дочь Ніни Євгенівни, Єлєна, окончила Дніпропетровський строительний інститут. Вмість з мужем Віктором Петровичем Родіним, 1936-го року рождення, уроженцем города Маршанск Тамбовской області, вони виїхали по распределению в Барнаул. Затем строили карагандинский прокатний стан под начальством Александра Гавриловича Коркина, будущего міністра строительства предприятий тяжелой індустрии Казахської ССР. Віктор Петрович работав начальником управления прокат-строй в городе Тамиртау Карагандинской області. Більше йому не светило, тому що він принципіально не вступав в ряди членів КПСС, і ніякі сили не могли його туди загнать. Потім піхали работать в Старий Оскол, але і там не сложилось з-за разногласий з партиєю. Тоді пара переехала в Комсомольськ-на-Амурі, де Віктору Родіну предложили должність головного інженера об'єднення «Амурстрой». Віктор Петрович умер в 1999-м после тяжелой болезни, а Елена переехала в Старий Оскол. Она предоставила нам ценные свои воспоминания, но, к сожалению, перестала выходить на связь с родственниками в октябре 2021-го года. И, наконец, расскажем о судьбе младшого сына Моцных. Петр родился 17 октября 1907-го года. Здесь он со старшим братом Михаилом. А на этом фото он второй справа. По окончанию в 1918-м году начального земського училища Петр поступил в двухклассное, а затем в высшее начальное училище. В 1921-м его зачислили в Каменской рабочий металлургический техникум. Это фото студентов этого техникума из Каменского музея. Обучение в техникуме проводилось перерывами в условиях отсутствия средств топливного кризиса и голода. Когда отряд 1-й конной армии организовал в Раванково комсомольскую ячейку, Петр сразу же туда вступил. Занимались ребята борьбой с обмагоноварением, выступали с докладами на собрании, руководили кружками и все такое. Летом 1925-го вместе с семьей Петр вернулся в родные края в Соленое и начал работать тут секретарем союза работ Прос. Это союз работников образования. Затем год побыл секретарем сельсовета и одновременно секретарем комсомольской ячейки, членом бюро райкома ЛКСМУ. В 1927-м он уехал в город Сталина. Обком комсомола направил его туда в качестве окружного представителя Украинского Красного Креста. В 1928-м Петра Моцного отправили на обучение на биологический факультет Днепропетровского института народного образования. Сейчас это Днепровский национальный университет имени Алисия Гончара. Через 4 года Петр окончил полный курс исследовательского отдела биологического факультета Института профессионального образования и ему присвоили квалификацию физиолог-исследователь. В этот момент Петр и решил посвятить себя науке. Его зачислили в аспирантуру. Одновременно с ноября 1933 по декабрь 1934 он работал ассистентом по физиологии в высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. Из комсомола он автоматически вышел в 28 лет, но в коммунистическую партию никогда так и не вступил. Приказом наркомпроса УССР от 29 сентября 1936 директором научного исследовательского института физиологии при кафедре физиологии Днепропетровского университета назначен профессор Василий Михайлович Архангельский, а его заместителем по научной работе доцент Петр Евгеньевич Моцный. Когда началась немецко-советская война, то 19 августа 1941 Петр Евгеньевич, когда немцы были на подступах к городу, покинул Днепропетровск и вместе с коллегами они пешком отправились в эвакуацию. 3 сентября они добрались до Мариуполя и там их направили работать в совхоз Азовский, район Белосарайской косы между Мариуполем и Бердянском, где работал весовщиком. 8 октября и немцы пришли в Мариуполь, так что ничего не оставалось делать, как возвращаться в Днепропетровск. Там Петр узнал, что профессор Василий Михайлович Архангельский в эвакуацию не уехал, а подал заявление на работу во вновь открытый при немцах Днепропетровский Украинский государственный университет. В состав института входило 58 работников. Из учебных программ и планов нового вуза были изъяты компартийные псевдонауки. Преподавание велось исключительно на украинском языке и без какой-либо идеологии. Петр Евгеньевич тоже устроился на кафедру доцентом. 1 января 1942 занятия в университете прекратились, но преподаватели остались там еще на год, чтобы не регистрироваться на бирже труда. Ученые занимались наукой и иногда производили научно-технические экспедиции. Так, с 9 по 13 сентября 1942 под руководством Архангельского ученые Зубенко, Моцный, Мороз пытались определить местонахождение лекарственных растений, в частности шиповника. Пройдя от войскового к соленому, они не нашли зарослей промышленного значения, только одну балку у села Ямбург. Еще одна экспедиция проводилась с 1 по 7 октября на Самарское водохранилище под руководством заведующего кафедрой зоологии позвоночных Дегтяренко, который по заданию генерального комиссариата объезжал водоемы. В апреле 1943 Петр Моцный переехал в Соленое к матери, где работал в колхозе и лаборантом на молочном пункте. После возвращения советской власти его назначили ИО директора Института физиологии, и вместе с сотрудниками Петр Евгеньевич собрал вместе и привел в порядок имущество кафедры. Все как бы налаживалось, но советский режим не мог существовать без каких-то преследований. И в 1947 начались гонения на тех ученых, которые работали в университете во время немецкой оккупации, даже если они изучали невинный шиповник. Также всплыла страшная вещь. Доцент Моцный в беседах с некоторыми преподавателями пропагандировал идею чистой и аполитичной беспартийной науки, что трактовалось как безидейность и было присуще буржуазным ученым. Выяснилось, что ряд профессоров и преподавателей, в том числе доцент Моцный, при подготовке к лекциям о ужас, пользуются иностранными источниками, часто популяризируют труды иностранных ученых и недостаточно освещают роль отечественных ученых в развитии мировой науки и техники. Сегодня это называется мракобесием, а в те времена угрожало серьезными последствиями. Но, к счастью, преследования ни к чему не привели, и в 1955 спецсовете Ленинградского университета Петр Евгеньевич защитил докторскую диссертацию, а в июне 1967 большинство членов комиссии похлопотали перед ВАГ о присуждении ему ученого звания профессора кафедры физиологии и биохимии человека и животных. Также профессор Моцный стал основателем и организатором кафедры бионики и биофизики ДГУ, на которой он проработал до 1971 года. Ко всему этому Петр Евгеньевич оставался скромным человеком, как и подобает настоящему ученому. Как и его отец, он достаточно свободно читал на иностранных языках, английском и немецком. А как дядя Василия Ныкевич Траменко, прекрасно рисовал. В частности, он сделал копию произведения Ильи Репина, «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», написал картину «Тамань» и два пейзажа из села Войсковое. А украинский физик Александр Александрович Боргар написал его портрет. Умер Петр Евгеньевич Моцный 12 октября 1971 года, а похоронен на Солонянском кладбище. Петр Евгеньевич, по словам доктора биологических наук Олега Шугурова, был выдающимся ученым, гуманным, добрым и исключительно порядочным человеком, предоставившим ему пропуск в жизнь. Как отмечают другие коллеги и ученики, он был настоящей личностью, с большой буквы, пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди ученых, сотрудников, студентов. Вот свидетельство студентки Горнаевой Альбины, на фото она вторая справа. На третьем курсе мы слушали лекции профессора Петра Евгеньевича Моцного по физиологии человека и животных. Своим спокойным, чуть глуховатым голосом он завораживал аудиторию интереснейшим вопросом и проблемами, связанными с жизнедеятельностью нашего организма. Мне всегда поражала его манера читать лекции. Он вроде и не торопился, и не повторялся, но давал так много учебного материала. Каждая его лекция занимала у меня 7-8 листов общей тетради, а на весь курс у меня ушло 2 общих тетради, исписанные от корки до корки. Сын его, Михаил Петрович Моцный, тоже посвятил себя науке, но в другой области. Он доцент кафедры экспериментальной физики и физики металлов Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Имеет множество патентов, авторских свидетельств, научных работ, учебников по специальности. Ведет педагогическую деятельность, преподает предметы радиоэлектроника и физика. А что же Мария Никиевна Моцная в девичестве Стром? Она прожила долгую жизнь. До последнего вздоха много читала, интересовалась всем, что происходит вокруг, как в стране, так и в родном селе. Вот ее фото с детьми и внуками. Умерла Мария Никиевна в здравом уме и при полной памяти в 1983 году, то есть прожив 101 год. А с ней отошла и та непростая эпоха, которую она разделила с Украиной по полной. Похоронена на Старом Солонянском кладбище. Когда газета «Вперед» напечатала статью под названием «Эпоха Моцных-Строменко», родственники спросили меня, не слишком ли пафосно такое название? Нет, не слишком. Это дань уважения Марии Никиевне Стром. Она родилась при царе Александре III, пережила три войны, а ушла из жизни в исторический момент распада СССР. Это эпоха. И как много она могла рассказать при жизни об истории Соленого, если бы хоть кто-то Нию тогда поинтересовался.